Мы живем в мире информации. Ее так много, что зачастую мы сами не помним, что, где и когда сказали, сфотографировали или написали. Вы думаете, ничего страшного, я простой человек и никому не интересен. Вы ошибаетесь. За вами внимательно наблюдают и все записывают. Но кому и зачем это нужно? 26 марта 2012 года. В столице Южной Кореи стартует всемирный саммит по ядерной безопасности. Но это событие меркнет на фоне другой новости. В том же Сеуле во время приватного разговора двух президентов происходит странный казус. Как бы случайно срабатывают микрофоны и телекамеры. Весь мир слышит, о чем Барак Обама и Дмитрий Медведев говорят тет-а-тет. Это мои последние выборы. После выборов я смогу быть более гибким. Совсем скоро выборы президента Соединенных Штатов. Возможно, это какая-то провокация против Обамы. Но чуть позже становится известно. Эпизод с микрофонами не случайность. Российского президента это тоже касается. Оказалось, что те же самые его перегородные астамители, они тоже, в общем-то, мониторились. Впрочем, то, что за политическими лидерами следят, ни для кого не секрет. Так было всегда. Другое дело обычные граждане. Если мне кто-то расскажет, что хоть одно правительство хоть одной страны, но за исключением самых отсталых государств мира, не проводят тотальную слежку за своими гражданами, я очень удивлюсь. После окончания Второй мировой войны британец Джордж Оруэлл написал роман «Антиутопию» 1984. Книга стала знаменитой. Ее самая известная фраза «Большой брат следит за тобой». Большой брат – это власть, правительство, спецслужбы. Оруэлл не был пророком. Считает член сообщества «Практика конкурентной разведки» Елена Ларина. Он просто угадал. Еще до Второй мировой стало понятно. Спецслужбы крупных держав взяли новый курс. На тотальную слежку. Собираются огромные базы данных по людям. Информация сваливается вся в огромные хранилища. Для этого есть соответствующие структуры и в Соединенных Штатах. Там у них есть агентство национальной безопасности, National Security Agency, который этим занимается уже с 52-го года. Сегодня для тотальной слежки не нужны жучки и другие шпионские штучки. Спецслужбам помогают телефоны и интернет. Любой, например, интернет-провайдер, вообще любая компания, на самом деле, занимающаяся какими-то там коммуникациями или телефонной компанией, ну, естественно, они все имеют определенные обязательства перед спецслужбами своих государств, что в случае необходимости они предоставляют данные у пользователя в разговорах, которые там были. Об этом все предпочитали молчать. Тишина закончилась в июне 2013-го. США потряс информационный скандал. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден рассказал, как спецслужбы шпионят за гражданами. Компания, мобильные связи и так далее, ведь они идут на поклон государству, чтобы получить соответствующий диапазон частот и так далее. Государство может им неофициально, не громогласно диктовать определенные условия. В документах, рассекреченных Сноуденом, также утверждалось, почти все современные смартфоны буквально напичканы программами захвата информации. Без этого они просто не попадут на полки магазинов. С помощью мобильного телефона, который мы с собой носим, можно достаточно хорошо фиксировать местонахождение человека. В этих гаджетах могут быть всякие закладки, которые могут передавать, с кем происходит разговор у данного человека и, собственно, даже и сам по себе трафик. Известны случаи, когда людей задерживали по сигналу с какого-нибудь гаджета. Лежащий на столе смартфон реагировал на разговоры о терроризме и передавал сведения, куда следует. Телефон снимали информацию, и там на ключевые слова реагировали. В 2005 году сначала в Чикаго, а затем во всех крупных городах Америки была запущена экспериментальная программа распознавания лиц. Проект внедрялся в секретном режиме, но после нескольких крупных скандалов о нем стало известно. Был такой нонсенс, например, с сенатором Санчес. Была сенатор с США, задержана в аэропорту по подозрению в терроризме. Дело в том, что она полная тезка, действительно, женщины, которая относилась к каким-то латиноамериканским террористическим группам. Программа выдает красный, ну, то есть высокий уровень опасности, потому что полная тезка. Устройствами скрытого видеонаблюдения сегодня оборудованы все мегаполисы мира. И все-таки самые большие средства, как уверяют конспирологи, спецслужбы тратят на социальные сети. Но для чего разведки читать сообщения рядовых граждан? 14 мая 1984 года в одном из пригородов Нью-Йорка в семье стоматолога и психиатра родился мальчик. Его назвали Марк. Ребенок увлекался компьютерами, у него неплохо получалось. Не успел он окончить школу, как ему предложили работу, сразу несколько крупных компаний. Но школьник отказался и поступил в Гарвард на факультет психологии. Так началась история Марка Цукерберга. В Гарварде Цукерберг вступил в сообщество еврейских студентов Альфа-Эпсилон-Пи. А в 2004 году программист запустил для учащихся колледжа закрытую социальную сеть Фейсбук. Ему помогали несколько сокурсников. Они как-то странно себя ведут, вместо того, чтобы закончить университет, сбегают из Гарварда почему-то в Калифорнию. Что-то их туда потянуло. Вот именно в Калифорнию, как будто там медом намажено. Побег Цукерберга в Калифорнию не случайен, утверждают эксперты. На территории Золотого Штата сосредоточены исследовательские центры Госдепартамента, военной разведки и Агентства национальной безопасности США. А вы видите, как раз в это время был дот-ком-бум, то есть и тоже все неслось со страшной скоростью, и стало ясно, что есть большая нехватка программистов. В декабре 2007 года еще никому неизвестного Цукерберга познакомили вот с этой дамой. Ее зовут Шерил Сандер. Действительно уникальная женщина. Как только она появилась в компании, компания перестала проигрывать риски и стала зарабатывать прибыль. А кто такая мадам Сэндберг? Случайно лицо? Это бывший руководитель аппарата федерального казначейства Соединенных Штатов. А откуда она пришла? Она пришла из компании Google. Google – это не просто поисковая интернет-система. Это своего рода трансконтинентальная интернет-корпорация, на которую нанизаны все крупнейшие социальные сети. На данный момент очень большое количество коммуникаций во всем мире происходит именно через вот эти американские серверы. В Китае запрещены социальные сети именно по этой причине. То есть там есть аналоги социальных американских сетей типа Вейба, аналог Фейсбука. Именно потому что в Китае хорошо понимали ситуацию, которая складывается, это информационная безопасность Китая и информационная безопасность ее брожда. Эксперты говорят, за корпорацией Google изначально стоят Агентство национальной безопасности США, Департамент обороны и ЦРУ. Был проект по людям, компьютерам и дизайну. Такая программа в Станцовском университете, которую в 1991 году занялся человек по имени Цель Виноград. Но он еще в МАЙТИ работал непосредственно по заказам Департамента обороны. Но зачем компании? Информация обо всех рядовых пользователях. И люди просто думали, когда они говорили, что это паранойя, что за мной может следить там какие-нибудь спецслужбы через интернет, они мыслили как, ну я же не какая-то там большая политическая персона, или там что в моей почте есть что-то сверхважное, зачем кто-то за мной будет следить? Самый очевидный способ использования этой информации – направленная реклама. Но вот единственный ли? Это массовый танцевальный флешмоб в Нью-Йорке. Ежегодно его устраивает группа Black Eyed Peace. В 2009 году марафон по числу участников даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. А это уже Стокгольм. Флешмоб, посвященный памяти Майкла Джексона. Тысячи людей. И собрали их в одно время и в одном месте – социальные сети. Объявляется, что будет какая-то акция, давайте все пойдем. Да, в принципе, для многих участников это, например, отчасти даже просто прикольно. Лидер популярной группы «Бахыт Компот» Вадим Степанцов рассказывает. Он много раз именно так собирал людей на концерты. На маленькие камерные концерты я созываю людей разными способами в социальных сетях. Вадима не смущает то, что его личная информация может стать не только достоянием поклонников, но и спецслужб, причем зарубежных. Он говорит, честному человеку скрывать нечего. Меня это мало заботит. Я считаю, что Большой Брат должен быть и должен следить. Да, так сказать, сейчас, когда на смену европейскому революционному терроризму пришел терроризм исламский, я считаю, что Большой Брат должен быть везде. У меня от него нет тайн. С одной стороны, это верно, если кто-то собирает информацию с благими намерениями. Но что, если важные данные попадут не в те руки? Это кадры массовых беспорядков в Египте. В мировую историю они вошли под названием «Арабская весна». Известный факт. Первоначально этих людей собрали и вывели на улицу через социальные сети. Все эти эволюции, все, что по всему миру происходит, конечно, они не были бы возможны в той форме, которую они имеют сейчас, без участия этих технологий. Историки объясняют интерес спецслужб к интернету просто. В социальные сети это удобно. Сначала с помощью отработанных технологий на них намеренно подсаживают пользователей, а потом ими манипулируют. Процесс влияния на сознание идет каждую секунду. Прямо сейчас. В 2008 году никому неизвестный канадский мальчик Джастин Бибер выложил в сеть свои песни. Ролики увидел известный американский продюсер Скутер Браун. Теперь Бибер известен на весь мир. Этот успех в сети пытаются повторить тысячи жаждущих славы. Желая добиться известности, многие идут на самые шокирующие поступки. Ведь люди снимают на видео собственные преступления, как они кого-то избивают, убивают, издеваются. И потом они вместо того, чтобы наоборот это навсегда спрятать, потому что это может против них же стать свидетельством, они это выкладывают. Неудивительно, что просто зайдя на чей-то сайт, заинтересованные лица могут узнать о человеке все. От его расписания на день до планов на отдаленное будущее. Вот эта масса информации, которую оставляют граждане, она также дает широкое суть поря для анализа. То есть за теми же гражданами можно фактически таким образом следить, составлять на них досье. Я вот приводила в своих статьях примеры американской компании, у которой есть база на 5 миллионов человек. Они торгуют этими цифровыми личностями, то есть этими данными, а предоставляют маркетинговые и компании, которые занимаются продажами. Досье легко продаются и покупаются. Отсюда многочисленный спам на наших интернет-сайтах. Куча непрошенной рекламы и звонки на мобильные с предложением разных товаров. И вот в качестве анекдота был случай, когда пришел один сотрудник другому из такой компании, и говорит, у тебя дочь беременна? Он говорит, что ты? Нет. Он говорит, ну вот смотри, значит, она там интересуется такими-то анализами, она заходит в интернет-магазины такие-то. Но тот выяснил, что да, действительно, дочь беременна, боялась папе сказать. Чем больше в нашу жизнь внедряется интернет, тем труднее скрыть свою личную информацию. По большому счету подконтрольным становится все информационное пространство. То есть вы посмотрите сферу услуг, вы приходите в поликлинику, там уже стоят компьютеры, там уже своя сеть связи, там уже база данных на каждого, кто, чем, когда болел, и прочая-прочая информация, которая, может быть, носит интимный характер. В современном мире сложилась парадоксальная ситуация. Сначала все крупные структуры гнались за прогрессом, полностью перешли на компьютеры. А в итоге работа с цифровыми системами обернулась колоссальной утечкой информации. И теперь спецслужбы и крупные корпорации тратят огромные деньги на программы защиты. А защититься от большого брата становится все сложнее.